Всем привет! Сегодня я вам покажу очень полезный ролик, как можно очистить память на вашем андроиде, захватив как можно больше бесполезных файлов и папок, которые постоянно накапливают в себе мусор. Конечно же, он накапливается с помощью всех ваших приложений, которые установлены в ваших телефонах. Но вот эти стандартные очистки, которые есть, к примеру, вот когда вы запускаете там, нажимаете на память, и вот у вас место в хранилище анализируется. Здесь вот есть освободи, там столько-то. Происходит какая-то очистка, но она не затрагивает все вот эти приложения. Точнее затрагивает, но удаляет прям очень-очень мало. И можете самостоятельно перепроверить, буквально через час либо два вы зайдете и будет такое же самое количество. А память ваша исчезает реально с каждым днем. Так вот, я сейчас покажу, каким способом я чищу. Способ абсолютно бесплатный, подойдет на все модели телефонов и на все андроиды. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. Кстати, кому нужен хороший, качественный VPN с неограниченными возможностями, ссылочку оставлю в описании к этому ролику. По ней вы сможете приобрести ее по самой низкой цене, которую только возможно. Плюс у меня есть ограниченное количество человек, которым я могу подключить его абсолютно бесплатно. Кому реально нужно, поставьте плюсик в комментарии, я вам напишу в ответ. Что касается очистки телефона. Смотрите, когда вы заходите в свой проводник, чтобы посмотреть элементарно на память, вот здесь идет анализ всех приложений, всех изображений, ну и так далее. И вот здесь, кстати, у многих есть папочка «Другое». Либо она может еще называться «Прочие». На более новых версиях Android она вот здесь уже скрыта, но она просто уброта с вот этого главного меню. Но если вы зайдете элементарно в систему, и вот смотрите, вот папочка «Другое», включая место в хранилище, необходимое для работы и так далее. Вот она у меня 27.58 сейчас. Но здесь я не могу нажать, посмотреть что-то, то есть что конкретно это занимает. А вот здесь как раз-таки находится весь вот этот хлам, который не удаляется. То есть если вы очищаете какими-то приложениями, сторонними приложениями кэш и другие файлы, которые временные, то как раз-таки вот здесь освобождается и значение «Другое». В некоторых видео я даже показывал, что здесь можно удалить до полного нуля. Ну и 27 их лишние, конечно же, не помешают. При этом мы оставим все наши приложения, аудио, видео и так далее. То есть все останется как и было. Вот смотрите, что мы будем делать. Для этого нужно нам воспользоваться Google Play Market, через который вы скачиваете игры и приложения. Вот здесь просто пишите Total Command в поиске и находите программку Total Commander. Это абсолютно никакая не реклама. Это бесплатное приложение, которому уже больше 20 лет. Это самый обычный файловый менеджер. То есть такой же самый, как ваш проводник, который находится у вас на телефоне. То есть вот желтая папочка «Проводник» — это то же самое. Просто здесь она очень сильно ограничена. И вот эти все файлы очень плохо просто ищутся. Большинство файлов просто не находит. Я, например, скачиваю один раз это приложение, делаю очистку и потом удаляю, если не нужно оно. Вот при вас его устанавливаю. Кстати, читал где-то комментарий, что «Помоги, Total Commander не работает. Какое приложение другое можно заменить» и так далее. Вот смотрите, все в принципе работает. Я открываю его с нуля. Вот нажимаю «Принимаю». Дальше нам нужно зайти на троеточие вверху справа и перепроверить, чтобы в обычных стандартных настройках у нас стояла галочка «Скрытые файлы и папки». Вот перепроверяем. Выходим. Дальше ищем внутренний общий накопитель. Заходим на верхнюю строчку. Тут внимание и так далее. Просто подтверждаем «Ок». Дальше «Доступ ко всем файлам». Разрешаем. Возвращаемся назад. Дальше находим папочку под названием «Андроид». Вот она. Папочку под названием «Дата». И заходим в «Мои приложения». Видите, доступ запрещен. Раньше, допустим, у меня тоже доступ был разрешенный. Но сейчас почему-то начало писаться, что доступ запрещен. Скорее всего, это за обновление безопасности в ваших Android-системах. Здесь ничего страшного. Просто нажимаем «Повтор». Защита от записи. Это в зависимости от версии Android. Просто нажимаем «Да». Нас перебрасывают вот на такое меню. Просто нажимаем «Использовать эту папку». Здесь «Разрешить». Ну и, в принципе, все. Вот если мы зайдем в «Мои приложения», то мы попадаем как раз-таки туда, куда нам нужно. Здесь мы можем почистить абсолютно любое приложение. Либо все приложения сразу по всем файлам. Это очень удобно и делает очень классную, хорошую очистку. Просто нужно будет вводить некоторые названия файлов, искать их и удалять. Значит, смотрите, что самое первое, что порекомендую. Это найти определенные файлы, которые касаются потоковых видео. То есть, которые вы просматриваете. Потому что они оставляют разные ссылки. И их может реально быть очень много. Вот, первое, что напишите, это слово «YouTube». То есть, вы сейчас смотрите элементарно YouTube. Если вы не досматриваете какое-то видео до конца, то остается файлик, который весит 5 мегабайт. То есть, это сделано для того, чтобы, если вы возвратились к предыдущему видео, оно началось воспроизводиться с той же минуты, на которой вы закончили смотреть. Но если вы просматриваете там 300-400 роликов в день, вот представьте, сколько у вас мусора собирается. В общем, YouTube нужно писать все с маленькой буквы, без всяких пробелов. Потому что, ну, иначе, скорее всего, не найдет. Вот я нажал поиск, и теперь нужно дождаться. По поиску, ну, здесь по-разному. Бывает быстро находит, бывает нужно минут 5 ждать. Потому что файлов на телефоне много. Ну, еще зависит, конечно, от мощности процессора, насколько он быстро будет искать от оперативной памяти. Тут уже у каждого, конечно же, по-разному. Вот тех, у кого не получается получить доступ в Total Commander, попробуйте просто скачать другую версию Total Commander. Не с Play Market, а где-то зайти просто в браузер. И там выбрать определенную версию. Она, в принципе, ничем не будет отличаться от версии в Google Play. Просто, возможно, будет у вас работать так, как положено. Ну, мне, допустим, удобнее просто с Play Market скачать. Это быстрее, чем где-то все это искать. Плюс одна из версий, то, что я пользуюсь, она находится у меня в Телеграм-канале. Можете скачать абсолютно бесплатно, заодно подписаться. Вот, смотрите, сейчас уже найдена одна штука. То есть, один файл, либо одна папка. И полупрозрачным написано, ком, Google, Android, YouTube. То есть, на вот этом этапе, когда вы видите, что найден один файл какой-то, то уже можно, в принципе, нажимать отмену. Дальше не имеет смысла. Нам как раз-таки вот нужно дождаться, пока найдет вот эту папочку. Нажимаем отмена. Вот она. Нажимаем по вот этой строчке. Ну, здесь, в принципе, очень просто. Не буду там показывать вот эти все папки. Там их очень много. Можете посмотреть в моих других роликах. Их прям очень-очень много. И распределено по каждой папке. Просто на все берите, выделяйте и удаляйте вот эти две папки. Вот удалил. Они самостоятельно восстановятся. Ничего страшного не будет. При первом же просмотре YouTube они снова восстановятся. Вот удалили. Теперь смотрите, что будем дальше делать. Вот мы снова находимся в наших приложениях. Находим поиск. И вот здесь самое главное. Пишем слово кэш. Смотрите, слово кэш я пишу без буквы Е. По-правильному вот так вот писать. Но сейчас так делают в телефонах. Кто не на всех находит полностью название. И нужно только скорочено, чтобы нашло все-таки больше файлов, тех, которые не нужно. Вот нажимаю поиск. И смотрите, сколько найдено. Уже 10-11 объектов. И так дальше. Конечно же, такой поиск будет занимать достаточно количество времени. Где-то 10 минут, я думаю, будет сканировать полностью весь телефон. Чтобы не задерживать видео, я, конечно же, сейчас нажму отмена. Уже нашло целую кучу и папок, и файлов. Их можно все удалять. Видите, на каждой папке написано, что это какой-то кэш. Ну, если вчитываться, то, допустим, это кэш приложения заметки. Это, допустим, кэш какого-то плеера MIUI. Это кэш какого-то браузера, вот, Opera. Это кэш Viber. То есть, ну, по папкам можно понять, к какому приложению что относится. Даже кэш Bluetooth есть. То есть, это общий кэш всех вот этих приложений, которые находятся в вашем смартфоне. То есть, это очень хороший способ. Очень действующий. И это не программа очистки, это просто файловый менеджер с более расширенными функциями по поиску. То есть, мы удаляем это, скажем так, вручную. Вам нужно просто на всего выделить. Точно так же выделяем вот внизу. Выделить. Вот. И нажимаем удалить. Нажимаем да. Идет удаление. Если что-то там одна штука не удалилась, или там 2, 3, 5. Ничего страшного, значит, какой-то файл был сейчас в работе, и просто система не пропустила его удалить. Ну, это килобайты памяти, потому ничего от этого плохого не будет. Кстати, опять выбило доступ запрещен. Ну, если такое выбивает, то просто нажимаете повтор, еще раз да, и снова вы попадаете в то же самое меню. Использовать эту папку, разрешить, и вот опять попали. Ну, тут, смотрите, у каждого по-разному. У меня раньше я снимал ролики по Total Commander с другими файлами. Такой проблемы, конечно же, не было. Ну, в принципе, пару лишних нажатий, и все обычно работает. После этого я еще порекомендую возвратиться все-таки немножко назад. Вот где у вас находилась папка Data, папка Media и OBB. И зайти еще в папку Media. Здесь зайти в ComWhatsApp. WhatsApp. И вот здесь удалить папку Trash. Это ваша корзина. То есть, когда вы что-то удаляете с телефона, то вначале это все-таки попадает в корзину. То есть, есть определенная выделенная память. Допустим, это 10 гигабайт может быть, это может быть меньше, может быть больше. И идет взаимозаменяемость. То есть, вы что-то удалили. Вот если она заполнилась, что-то удаляется навсегда, а что-то остается и хранится там. Вот, удаляем вот эту папку. Вот, удалить. И точно так же Backups. Смотрите, если у вас есть резервные копии, то тогда вот эту папку не трогайте. Если у вас нет резервных копий, которые вы самостоятельно создавали, то можете спокойно ее очищать, потому что там могут быть и обновления, которые уже установились, но файлы остались. То есть, они не нужны на телефоне, они будут занимать постоянно вам память в вашем устройстве. Я, например, у себя вот это удаляю. Также зайти в папку Media и найти еще три папки. Это папку под названием Whatsapps Audio и удалить папочку под названием Send. Удаляем. Возвращаемся. Точно так же Whatsapps Images и удаляем папочку Send. И Whatsapps Video. Точно так же папочку Send мы берем, удаляем. Не на всех телефонах есть вот эти папки, которые я сейчас показываю, но вы перепроверьте. Если есть, то можете проделать такую манипуляцию и вы освободите еще дополнительно себе памяти, потому что это все задублировано как и в приложениях, так и во внутренней памяти. Поддерживаем это видео лайком, подписываемся на канал и делимся с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok